Всех приветствую на канале Отвертка, канал Домашнего Мастера. В сегодняшнем видео мы рассмотрим очень интересный гаджет. Honor Play 8A. Бюджетный игровой смартфон на Helio P35. Китайская компания Huawei анонсировала новый смартфон под суббрендом Honor. Новинка, получившая название Honor Play 8A, позиционируется производителем как бюджетный игровой смартфон для молодежной аудитории. Продажа Honor Play 8A стартует в январе 2019 года. Он доступен в двух версиях, отличающихся объемом встроенной памяти. Стоимость 32 гигабайтной модели составляет около 119 долларов. А версия с 64 гигабайтами встроенной памяти оценена производителем в 129 долларов. Очень интересные цены. Идем дальше. Итак, что же мы за эти деньги получим? Полные характеристики Honor Play 8A. Сети технологий GSM и все остальное, в том числе 4G LTE. Корпус габариты 156,3 на 73,5 и на 8 миллиметров. Довольно-таки такой не толстый аппарат. Масса аппарата 150 грамм. Цвета выпуска черный, синий, золотой и красный. Сим-карта Dual SIM, Nano SIM, Dual Standby. Здесь все нормально. Дисплей, LCD, Multitouch 16 миллионов цветов. Размер 6,01 дюймов. Это примерно 78,8% от общей площади фронтальной поверхности. Разрешение достойное 1560 на 720 точек. Соотношение сторон 19,5 на 9. Плотность пикселей 283 ppi. В принципе, ничего. Пойдет, пойдет. Идем дальше. Платформа. На платформе стоит Android 9.0. 0p и настройка EMUI 9. Процессор Mediatek Helio P35 или MT6765. Он у нас сделан по 12 нанометровому техпроцессу. Это хорошо. Энергообеспечение неплохое и производительность. Он у нас восьмиядерный, 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 2,3 ГГц. И 4 ядра Cortex-A53 с тактовой частотой 1,8 ГГц. За графику отвечает графическое ядро PowerVR GE8320. Так что игрушечки должны более-менее летать. Камешек довольно-таки неплохой. Слот для карты памяти имеется в наличии, понимает, до 512 ГБ. Отдельный слот. Это очень правильно и хороший подход. Внутренняя память нормальная на сегодняшний день 3 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной флеш-памяти. Самая интересная камера. Основная 13 Мп. Довольно-таки неплохой объектив. Диафрагма 1,8. Фазовый автофокус. Имеется светодиодная вспышка, панорама и понимает HDR. Видео снимают со скоростью 30 кадров в секунду в стандарте 1080p. Стандарт. Фронталочка 8 Мп объектив f на 2. Особенность понимает HDR и снимает также видос со скоростью 30 кадров в секунду и в стандарте 1080p. Камера не отличается большими какими-то параметрами, но вполне нормальная. Идем далее. Трех с половиной миллиметровый разъем имеется в наличии. Это хорошо, особенно для игроманов, чтобы слушать звук без всяких переходников и так далее. На борту есть система активного шумоподавления с выделенным микрофоном. Пусть будет. Коммуникации. Wi-Fi, BGN, Wi-Fi Direct, HotSpot. Однодиапазонный. Bluetooth довольно-таки неплохой 4.2 с наворотами. GPS понимает. А-GPS, GLONASS, BDS. Так что спутники все увидят. На борту имеется FM-радио. Это хорошо. Ну и разъем более-менее, так сказать, стандартный. USB 2.0. Особенности. Датчик и акселерометр. Датчик близости. Как бы и все. Аккумуляторная батарея неплохая. 3020 мАч. Несъемная. Литий-полимерная. В стандартном варианте целый день продержится. Ну и цена данного недорогого аппарата всего лишь 100 евро. Ну и по кончанию нашего видео сделаем общий вывод и подведем черту. Итак, Honor Play 8a еще один бюджетный смартфон и до настоящего игрового смартфона, конечно, он не дотягивает. Он выполнен в популярном полноэкранном дизайне, но вместо моноброви в верхней части дисплея у него небольшой каплеобразный выступ под фронтальную камеру. Это очень хорошо. Модной нынче двойной основной камеры у смартфона нет. Камеры у него всего лишь две. Одна на толовой стороне, а вторая на фронталочке. Ну, у Honor 8 Play, в принципе, нечем. Ничем не примечательный дизайн и характеристики, что, впрочем, компенсирует его довольно-таки, ребятки, невысокая цена. Плюсы данного гаджета. Широкоформатный дисплей достойно, видно. Поддержка карт памяти microSD и двух sim-карт памяти отдельные слоты. Вот это вот правильное решение. Трех с половиной миллиметровый разъем для наушников тоже очень хорошо. Android P на борту, современно, хорошо. Ну и самое главное, ребятки, это доступная цена. Минусов у данного аппарата совсем немного. Это основная камера. Понятно, что одиночная. Ну и порт microUSB 2.0 вместо USB Type-C. Но это совершенно не страшно для нашего времени. Железяка интересная. Вот интересно посмотреть, как она играется, как вообще все это дело там летает. Но, по крайней мере, процик более-менее нормальный. Так что аппарат достоин для рассмотрения в качестве покупки. Это канал Отвертка, канал домашнего мастера и наш партнер сайт mobcompany.info. Я думаю, данная информация была вам полезна. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, смотрите наши еженедельные стримы. С нами будет интересно.